вытащил коленвал и сразу картина проясняется что здесь такое вот этот вот шатун видно что задранный здесь вот такие вот на нем борозды про царапанные целые целые канавы видно да и вот такие вот каверны крапинки продавленные в шатуне вот но металлочастицы он задрали вот такие вот к верночки это первый цилиндр первый шатун вот 4 шатун здесь здесь нету здесь он как есть видно еще с заводским вот таким вот вот сечением от шлифовки вот такое косое у него сечение здесь он гладкий шатун на четвертом цилиндре целый ну а первую вот он надо сто процентов менять шатун крышка шатуна тоже в таком же состоянии да вот четко видно вот сейчас очень хорошо видно все потертости задра ность крышка шатуна тоже в таком же состоянии вот она крышечка бугелек вот видите да ну соответственно это о чем еще может говорить о том что здесь будет также и растянутость по координатам осей крышка будет растянутая вот такая вот не округлая а будет эллипса вот такая вот это железно сто процентов потому что здесь бугель имел большое биение так как вкладыши полностью практически просели стерлись они был такой зазор сто процентов его растянуло потянуло поэтому тут смысла ничего нету с ним делать кроме как поменять видите он на болтах под закусывает даже сейчас не могу сдернуть это железно сто процентов надо заменить так а вот кто если забыл сейчас посмотрим вкладыши вот вкладыши вот это вкладыш это вкладыш четвертого цилиндра вот это вот четвертый цилиндр вот первый цилиндр видите все это бабушка бобит сверху весь полностью стерла его расплющила вот он такой вот расплющенную юбку видите расплющила вот именно вот в эту в этом месте вот ближе к центру и вот металлическое уже основание у вкладыша это первый цилиндр первый шатун тоже самое с этим это верхняя часть вот верхний вкладыш тот что стоит вот здесь шатуне здесь он не так побит и расплющены потому что все таки удар идет в нижнюю часть вот сюда вот в эту крышку в этот буги лег но верхний слой вкладыши весь полностью отсутствует а это четвертый цилиндр в четвертый шатун тут его состояние такого вот задиры тоже от больших какие-то частиц металла ну то есть соответственно вот отсюда выры износ вот забил вот эту вот этот вкладыш с коленвалом колено колено у нас имеет ну начнем с первого первый цилиндр первая шейка вот в таком состоянии вот такая вот шеечка на первый взгляд как будто бы она и ничего в таком как бы состоянии не убита по сравнению с четвертой шейкой так вот четвертая шейка четвертого цилиндра видно да что тут очень большие вот такие глубокие аж прям канавы задиры вот они вот они какие аж прям борозды видите вот аж вот нож кончик ножа аж проваливается в них прям каналы конкретные процарапанные и вот так же здесь вот остатки вкладыша вот они залипшие здесь на первом на первой шейке такого нету но тоже самое износ большой это вторая шейка это третья шейка они еще приличные промерил штангеном конечно это не точный но тем не менее им тоже можно смотреть первичные замеры можно сделать вот так кидаем и здесь видим по штангену что шкала показывает вот так 47 и где-то 78 соток соток 47 78 грубо говоря 47 и 8 на 47 78 вот он сюда вот так плотненько входит штанген следующую шейку это это четвертая шейка это третья шейка то же самое то же самый размер плотненько входит так вот вторая шейка вторая шейка плотненько сидит то же самый размер а вот первая шейка первого цилиндра вот она первая шейка первого цилиндра смотрите ребята смотрите ребята оп и гуляет видите о ничего себе насколько она просевший я даже не знаю какой это размер теперь будет если в ремонт на размеры его перетачивать какой-то будет размер смотрите офигеть просевший сейчас посмотрим что здесь показывает так а показывает здесь теперь вот такой вот размер 47 и 6 до 47 и 6 но опять же я говорю что это грубо по штанге ну но тем не менее какой уже размер просадки шейки то есть в какой и точить я даже сейчас и не знаю 47 и 6 считает две сотки просадки конечно мне смысла этим заниматься нету в ремонтные размеры все делать до сюда в кину коленвал другой и поменять поменяю заменю вот этот шатон потому как он железно сто процентов растянуты и уже имеет вот эллипсную выработку растяжку надо голову будет снимать с с движка и вытаскивать поршень так ну что открутил болты и кстати говоря болты здесь были не сильно затянуты так довольно легко прям без усилий почти от руки вот так раз и болты открутил сорвал ну что скидываю голову все давайте раз два три опа опа на вот такие вот цилиндры цилиндры сухие масляного нагара масляной корки нету на поршнях это сейчас что-то капнуло с головы ну у него расхода масла не было так и заодно голову глянем свечи сухие немножко черная есть это сухая это сухая нет с маслом здесь все в порядке довольно чистые клапана сухой нагар есть но такого масла нету такой чистый сухой нагар это и хорошо кстати этот какой это какой цилиндр первый цилиндр самый коричневый клапан и самый красный электрод этот серенький этот серо-черный этот серо-черный так ну я заодно конечно тут все почищу ну конечно все заодно я почищу все клапана чищу и надо будет наверное притереть мне их по-любому обязательно седла потому что за это время сто процентов естественно седла уже тоже прибило хорошенечко под подправить на наседла посмотреть что с ними как они здесь в каком состоянии голова ну прокладку эту мы меняли на нем несколько лет назад не могу сказать точно но меняли по причине того что прокладка сгнила прогорела и поэтому мы здесь голову снимали меняли прокладку ну а здесь предварительно по цилиндрам ну лысый уже цилиндр хона практически и нету и да здесь чувствуется выработка есть вот она волна идет есть верхняя часть отчетливо явно вот видно здесь здесь да есть на палец конечно на на ноготь нету не чувствуется прям такой вот раз так тык тык до ступеньки но так если вот так вот проводить прям чуть-чуть чуть-чуть что то есть время сказывается этот хона не видно уже затерся мне бороздочки нету ступенечки но так чуть-чуть немножечко есть уже волна да интересно мне кажется что вот на четвертом как-то странно вот здесь вот он больше видно чем на тех всех остальных но вот здесь в четвертом четвертый цилиндр как-то интересно странно мне сейчас вот чувствуется как будто немножечко больше волна не знаю но конечно это все надо не пальцемером точно проверять а инструментами измерительный но тем не менее тем не менее пальцы тоже дают какую-то тактильную информацию пальцы дают тоже какую-то тактильную информацию так сейчас вытащим поршень вытащим поршень ок идет идет вот он красавица вот он красавица вот он красавица следы есть потертости потертости от того что в масле было шелухонь нет задира нету нету такие следы есть Продолжение следует...